Здравствуйте, друзья! Сегодня будем изучать положение в пространстве по-японски. Справа, слева, сзади, спереди. В японском языке это очень легко. Все слова, связанные с пространством, являются существительными и соединяются через но. Какие это будут слова? Хидари. Левый. Слева, то есть хидари, но будет левое что-то. Хидари. Это тоже карточка. Хидари. Миги. Правый. Миги. Соответственно, мигино. Вверх. Уэ. Причем и на чем-то на столе, и над столом летает муха. Это тоже будет уэ. То есть нужно будет выбрать по контексту. Сита. Снизу, под, под чем-то. Сита. Внутри, в середине. Нака. Чаще, причем именно внутри, да. В середине, в центре стола будет ман-нака. А вот на-ка часто просто в середине, в, ну там в холодильнике лежит что-то. Усиро. За. Сзади. Карточка потерялась одна. Маэ. Перед. Перед чем-то спереди. Вопросительное слово для пространства у нас будет до-ко. До-ко. Ну, на-вы будет до-чера. Если, точнее, еще больше на-вы супер-вежливо будет до-чера, так до-ко. И варианты, которыми мы сможем пользоваться, научимся сегодня на презентации. До-ко-дэс-ка. Про человека можем спросить или про предмет. Сэ-сэй-ва до-ку-дэс-ка. Хон-ва до-ку-дэс-ка. А вот второй и третий вариант будут разделяться. Про предмет мы говорим или про человека. Ну, и вообще про всех живых существ. Даже там звери, насекомые тоже. Значит, неодушевленные предметы. До-ко-дэс-ка. Кё-у-ш-ту-а до-ку-дэс-ка. Где находится аудитория. А про людей и животных. До-ко-дэс-ка. Сэ-сэй-ва до-ку-дэс-ка. Нэ-ко-ва до-ку-дэс-ка. Я-мадэ-с-а-ва до-ку-дэс-ка. Вот, научимся использовать слова ремас и эмас и падежни, которые с ними взаимодействуют. Собственно, всё, поехали. Итак, положение в пространстве. Назовите знакомые слова. Начинаем с левой картинки. Тренируемся. Кстати, в ВКонтакте будет выложено PDF-файл вот с этой презентажкой, чтобы вы могли тренироваться и отрабатывать самостоятельно. Итак, перед, маэ, на, уэ, над, тоже уэ, за, уширо, под, щита, около, рядом, соба. Есть несколько слов рядом. Это соба, чикаку. Ещё несколько. Сегодня у нас будет соба. Как лапша. Следующая картинка. Это хидари, миги, щита, уэ. Опять хидари, уэ, маэ. Хидари, миги. Далее. Вот у нас картинка с мультиком Алладин. И у нас будут живые персонажи. Например. Алладин сала докони имаска. И мас, это глагол иру. Быть иметься об одушевлённых предметах. Значит, вторая основа плюс мас, форма имас. Если мы будем спрашивать на ты, докони иру? Докони иру. Ну, здесь у нас сегодня всё будет в мас форме. Алладин сала докони имаска. Ано хито ва кабетто на уэ не имас. Кабетто на уэ. На ковре. Жасмин сала докони имаска. Ано хито му кабетто на уэ не имас. Му, она тоже. Жасмин тоже. Ну, ано хито, помните, это может быть и мужчина, и женщина. Тот человек. Значит, она тоже на ковре находится. Далее. А вот аримаска, про неодушевлённые предметы. Цуки ва докони аримаска. Где находится луна? Цуки, луну можно ещё здесь назвать оцуки-сама. Рядом с ними. Рядом с ними у нас тут два человека, рядом с Алладином и Жасмин. Поэтому мы соединяем через то. Видите, расстановка подержанных показателей будет вот такая. И тоже ни, но аримас, потому что неодушевлённый предмет. Ковёр в мультике у нас одушевлённый, но про него тут ничего не сказано. Потренируемся на этих персонажей. Х мы исходим из того, что они все у нас будут имас, все будут живые. Так вы можете тренироваться, да, про кого угодно из них спросить. Давайте немного по словам пробежимся. Тебу-чан, ну, или тебу-расика, или тебу-чан, они его называют. Лиса-ки-цы-не. Ну, колобок-коробоку, да. Волк-оками. Кто у нас ещё есть? Художник-гака. Гака. Врач-ися. Варенье-джяму. Кот-неко. Попугай-ому. Ому. Тигр-тора. Зайка-осаги. Это у нас мишка, тогда кума. Бегемотик. Каба. Ёжик. Харинезуми. Игольчатая мышь. Харинезуми. И собака-ину. И вот мы спрашиваем, про кого хотим. Например. Ину-ва. Доку-ни-имас-ка. Собака под кошкой. Ину-ва. Неку-но-шита-ни-имас. Окошко-где окошко. Справа от Карлсона. Точнее кот. В сапогах кот. Неку-ва. Доку-ни-имас-ка. Неку-сан-ва. Карр-росу-но-минги-ни-имас. А где врач? А врач будет у нас, например, под незнайкой. Ища-сан-ва. Доку-ни-имас-ка. Ищи-сан-ва. Незнайка-но-шита-ни-имас. А где Буратино? Буратино слева от врача. А ты боли-то, да? Буратино-сан-ва доку-ни-имас-ка. Буратино-сан-ва. Ища-но-хи-даре-ни-имас. Вот. Мы еще не разобрали между. Давайте сразу разберем, потому что здесь это удобно тренировать. Мы перечисляем. Вот у нас будет леса между этими двумя товарищами. Тоже их соединяем через то, как мы уже делали с Аладдином и Жасмином. И говорим слово айда между. Китсу-не-ва чебу-чан-то оками-но айда-ни-имас. Или художник вот между ними наш. Гака-ва оками-то Буратино-но айда-ни-имас. Тора-сан-ва ому-то усаги-но айда-ни-имас. Вот такая вот айда. На самом деле то же самое, что в русском и английском. Между этим и этим. Просто сначала перечисляем этот и этот, но между. Можем и начать с этого предложения, да. Ому-сан-то усаги-но айда-ни-то-рага-имас. Тогда будет падеж-га. Потому что мы сначала начали, что между ними есть кто. Новая информация. Поэтому будет га в таком порядке слов, если. Далее. Теперь с неодушевленными снова предметами. Значит, про чебурашку не можем спросить-аримас. Он у нас живой. Значит, спрашиваем про дом. Дерево у нас будет между домом и лавкой. Лавка-бэн-ти. Бэн-ти. Ки-ва. Доку-ни-ри-ва-аримас-ка. Ки-ва. Ие-то бэн-си-но айда-ни-аримас. Вот. Значит, у нас есть осёл. Осёл будет роба. И есть цветочки. Осёл живой, поэтому про цветочки спросим. Хана-ва. Доку-ни-аримас-ка. Хана-ва. Роба-на-усиро-ни. А-римас. Теперь кисточки. Мои ученики очень не любят эти кисточки обычно, потому что нужно перечислить каждую, сказать, какая слева, справа от какой. Ну, мы так сильно не будем, конечно, усердствовать сейчас. Недавно в ВКонтакте был пост по поводу цветов. Давайте немножко вспомним. Значит, кисточка у нас будет фуде. Фуде. Эту кисточку можно назвать курой фуде, либо куро, но фуде. Потому что такие слова, как куро, мурасаки, ао, это у нас тоже будет ао, мидори, ки или ки-ро, оренди, ака, пинку, чай-ро, ши-ро, все существительные. И мы только через но можем соединить. Ши-ро-но-фуде или ку-но-фуде-ва ши-ро-десу. Либо прилагательные это ку-ро-и, ао-и, ки-ро-и, а-ка-и, чай-ро-и, ши-ро-и. То есть форма прилагательных даже не у всех есть. Ну, в общем, поищите ВКонтакте об этом пост про цвета. Значит, сейчас я буду говорить и так, и так. Но некоторые могут быть только существительными, да? То она может быть только мурасаки-но. Нет прилагательного про фиолетовый. Как и про зеленый, как и про все, которые катаканы. Да, оренжи, пинго, это все существительные. Помним об этом. Итак. Вот в таком ключе мы можем тренировать с этими кисточками. Наши цвета, а также доку-ни-аримаска. Доку-ни-аримаска и доку-деска это одно и то же. Так. Здесь у нас школьные принадлежности разные. Можем тоже с ними попрактиковаться. Вот у нас будет кокубан-деска. И здесь у нас будет скуэ, джи-сё. Словари всякие. Кокубан-ва доку-ни-аримаска? Кокубан-ва тскуэ-но-хидари-ни-аримас. Ису-ва доку-ни-аримаска? Ису-ва тскуэ-но-май-ни-аримас. Джи-сё-ва доку-ни-аримаска? Джи-сё-ва доку-ни-аримаска? Джи-сё-ва доку-ни-аримаска? Там, карандаши у нас будут слева от ручек. Ну и дальше можете сами тренироваться. Значит, скажем, что точилка кезури, ножницы хасами, калькулятор кейсанки, пластик кешигому. Ну, остальное, я думаю, вы знаете. Дальше здесь мы выбираем. Доку не имаска или доку не аримаска. Ну, вот здесь у нас дзерива доку не имаска. Мы решили, что все мультяшки у нас живые. Дзерива доку не имаска. Дзерива тому номае не имас. Ну, или незуми ва неку номае не имас. Неку ва незуми но усиро не имас. Здесь у нас есть... Вы не помните, это у нас краб или рак был? Ну, давайте будет краб. Кани, а если рак, то дзаригани. Дзаригани. А русалочка нингё. И рыбка, сакана. Сакана ва доку не имаска. Сакана ва нингёの уе ни имас. Заригани ва доку не имаска. Заригани ва нингёの соба ни имас. Соба рядом, помните? С цветочками так же, как с кисточками. Например, акай хана ва мидори色の ханаの хидари не имас. Мурасакиの хана ва пинкуの ханаの хита не имас. И так далее. Далее здесь у нас усаги и ооками. Усаги ва ооками на соба ни имас. И машины. Мидориの курума ва акаи курумаの уе ни имас. Курой курума ва киироの курума то сироの курумаの аиде ни имас. Малыш ва, ну малыш или кодому, кодому ва карурус сануэ ни имас. И вот этот кусочек, если вы смотрели моё видео про падеж но, там в конце вот такой был слайд. Я его перенесла сюда. По срелогии, связанной с пространством, тоже присоединяются через ножки. Например, аши то аши но айда, между ног. Доа но маэ, перед дверью. Ками но миги, справа от божества. Ну, это картинка, что нашлось, то нашлось. Почему-то было справа от божества. Давайте переведем на японский. Между домом и машиной. Ие то курума но айда. Перед столом. Цуэ но маэ, за коробками. Хаку но усиро. Помните, коробка ми мы можем через счетные суффиксы уточнить, сколько коробок. Для этого видео просчетные суффиксы тоже, пожалуйста. А слева от божества. Ками но хидари, справа от птички. Тори но миги, между мышкой и сыром. Стоит мышеловка. А нэнзуми то чизу но айда, между ножом и вилкой. Найфу то фоуку но айда, за домом. Ие но усиро. На столетскую и но уэ, под стулом и суносито. На этом все. Возможно, будет еще видео по отработке. Хотя мы и так неплохо, по-моему, отработали. Вконтакте будет файл. До свидания. До свидания. До свидания.